Милиция и сотрудники Минсельхоза отправились в сауны не отдыхать, а на проверку. Узнать, что прячут администраторы парилок. Выяснилось, в оздоровительных комплексах вовсю идет торговля нелегальным алкоголем. Правда, появление под прилавком спиртного сотрудники бани легко смогли объяснить. Фантастические оправдания выслушала Дарья Гусева. А вот эта продукция, которая перед вами стоит на барной стойке, чья продукция? Моя. Ваша продукция? Три бутылки шампанского, три бутылки вина. Администратор сауны Ольга оправдывается, это не для продажи, для себя купила. Ну вы сказали, я принесла пить сюда, для себя. Я правильно вас понял? Я вас понял. И вы пьете, каждый день получается, да? Такие вопросы ставит девушку в тупик, но она решила, идти нужно до конца. Оля, скажи, пожалуйста, хозяин знает, что вы так много пьете? Знает. Что вы так много пьете? Знает. И разрешает вам так пить много? Просил там. Признаться в том, что в сауне приторговывают спиртным, она не может. Ведь ни документов на алкоголь, ни лицензии. Было обнаружено около шести бутылок только в наличии, но по суде с записям, которые мы изъяли, там была реализация водка и другая продукция. Вот главная улика. В этой тетради администратор вел учет проданного спиртного. Правда, какого оно было качества, остается только гадать. Скажи, пожалуйста, ну это же нельзя делать, вы знаете хотя бы об этом? Ну ладно. Другая сауна. Здесь тоже нет лицензии на торговлю спиртным. Но администраторы уверяют, это все не для продажи, это коллекция. Они могут заказать что-нибудь себе? Номер, да? Почему? Они приходят со своим. А со своим приходят, да? Да. А вот эта продукция, которая перед нами, вы можете сказать, она откуда вообще взялась? Может, оставили номер, может, толкли откуда. Но скрывать долго правду не удалось. Под руку милиционерам попалось меню. Здесь спиртное на любой вкус. Документы сейчас готовят новое меню. Вот видите, вот человек только что вам представил, что у нас министерство сельскохозяйства, который сказал, что лицензии на право такого продукта данного випсала нет. Это заявление выявлено, нарушение выявлено, установлен факт. Я думаю, руководитель, наверное, прекратит после привлечения его к ответственности, больше не будет продавать. Мы им предложили получить лицензию в законную в Минсельхозе. Ну, пообещали, вроде бы получат. В любом случае, сейчас владельцев САУН ждет штраф до 40 тысяч рублей.